Память Франческо Патент Итак, МПРБ 10 апреля 1901 года Итак, ну что, надо встретиться с старыми друзьями и заниматься новыми будущими вопросами. Итак, пойдемте к Джо. Ну, даже лавку поставили, девчонки сидят отдыхают. Здорово. Что-то кого-то, наверное, разыскивает. Ну что, Джо, старый друг твой прибыл? Вита! Ты из тюрьмы сбежал! Черт! Как же я рад видеть тебя ни в Робе, ни за решеткой! Добро пожаловать домой! Заходи! Заходи! Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, ты гря, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. И планы, свободный человек. А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уже боялся, что тебя там исправят. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Да, спасибо, брат. Обязательно вспомним и привыкнем. Ну что, давайте посмотрим нашу квартирку. Ты не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь, как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидишь, твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Так, возьмем вот эту тачку. Ну поехали. Солидная машина, прибавка к пенсии. Здорово, что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было. Но теперь нам сам черт не врать. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Климент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фалькона и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Да, теперь мы можем работать на семью Фалькона. После того, как нас пытались подставить и кинуть. Ты что, дай, дали красный же? Да успокойся ты. И нервничай. Мне сам черт велел ездить так, как я считаю нужным. А не по каким-то правилам ПДД. Тихо, 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 тихо. За что ты меня так? Краску только поцарапал. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди. Верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место. Так что купи костюм. Туда не пустят в виде... Куплю-куплю обязательно. На самом верхнем этаже. Ну вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Угу. А это ванная, чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. Спасибо. Вы очень признательны. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Безусловно. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы? Задавайте. Не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь с вашего разрешения я поеду к следующему клиенту. До свидания. Пока. До свидания. Так. Нужно теперь переодеться. Сделать себе красивый прикид. Так. Ну что? В что можно одеться? Костюм, конечно, не так себе смотрится. Так. Байкерская одежда. Так. Это все, что ли? Как-то, блин, ковбойский костюм со шляпой. Идти на встречу с Генри. Что-то как-то не знаю. Ладно, давайте тогда оденем вот этот пижак. Ну, здесь никак в этом, я бы сказал бы, в мафии оригинале, да? Не стану вас задерживать, сэр. Уверен, у вас много дел. А я жду другого клиента. Надеюсь, он скоро появится. У меня сегодня масса предложений. Рынок переполнен. Хорошо. Так, ну что, давайте сейчас садиться в машину. И отправляемся с вами на встречу с... Как его, правда, здесь зовут-то? Блин, что-то я забыл. Как его звать, этого чувака-то? С кем мы должны будем встретиться с вами? А-а-а-а, как-как-как его? Эдди. Эдди. Эдди Скарпа. О-о-о. Так, ну что, надо и машинку поприличнее, да? А-а-а-а. А-а-а. 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 Вот эту возьмем. Длинненькая такая, прикольненькая машинка. Как раз под пиджак не подходит. Потому что там будет ситуация, нужно будет отвезти Эдди Скарпа в кабачок. Отметить, так сказать, наше внедрение. Ну, и даже не внедрение, а приглашение в семью. Так, вот он кабачок. Мы на месте, ребята. А, ну мне нужно купить себе одежду, да? Хорошо. Значит, зря я так прихорашивался. Здравствуй, девушка. Так. Со шляпой. Может быть, одеть рубашку? Попробуем, посмотрим. Ну, в принципе... Может, девушка другой цвет. Чем могу помочь? Это все? Нет, черная как-то поинтереснее была. Так, а повседневый... Так, ну-ка, подожди. Это как у нас выглядит? А, ну он со шляпой, да? Так, а... Ладно. Спасибо. Заезжайте к нам, я... Обязательно. А, ну-ка. А, ну-ка. Да нормально я вожу Не ори ты там Идешь с ими батонами Так и иди дальше Кричит что-то она там на меня Надо на меня орать Так мы на месте Сейчас познакомимся с вами с Эдди Прикольно кстати машинка такая прям Миниатюрная, четырехместная Я бы даже на такой покатался бы в реальности Была бы такая возможность конечно Классненько так прикольно смотрится Это что за Персонаж у тебя тут под дверями Ну что Джо, открывай О господи, я уж думал ты не придешь Неплохо, хорошая ткань Спасибо Так что с планами на вечер Все узнаешь Нас отвезет мой друг Познакомился с ним пока ты прохваждался Веди себя прилично Он вроде как важный человек Да ну Сейчас увидишь Вот и он Рад знакомству Эдди Взаимно Вито Ребятки я умираю Хочу выпить Поехали Ну поехали Привет Вито Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился Ну Джо, ты сказал ему куда мы едем? Нет Сказал только что сюрприз Ха-ха-ха-ха Ну ему понравится Да уж надеюсь Если только он Не испортился в тюряге Эй О чем вы тут болтаете? Ха-ха Не бойся Все увидишь Да ладно Можно ему уже и сейчас сказать Он уже дотерпел Расскажем в машине Пошли ребят Пошли Пошли Ну что Поехали Ладно Вито Поехали Знаете Было бы здорово Если бы вы сказали куда Веди Койстер Бэй Самый лучший кабак Да Так что Вито Чего тебе больше всего Не хватало за решеткой? Свободы Понятно Кроме того Ну я не знаю Пьянок Девочек Бейсбола Да всего Уже теплее Вы что На бейсбольный матч Меня везете? Нет Вито Мы везем тебя В лучший бордель В городе Бордель А? Ух ты Вито Да ты что-то не возбудился Давай Не говори мне Что после всего этого Не хочешь оторваться Не бойся Вито Девочки Свое дело знают туго Если ты забыл Что куда Они тебе мигом Все поставят Пульнем на славу Вы это Не давайте мне много пить Кое что еще надо уладить Что может быть важнее Кисок и выпивки Да знаешь Вот бывает Иногда надо делать То что надо Вито Ну что Гони давай Гоню 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 Все таки надо Соблюдать Красный режим Поэтому не всегда Нужно нарушать Правила дорожного движения В Эмпайр бей Да Ну что Пойдемте Кабачок Эх девчонки Девчонки Красотища Да Раньше было Все по-другому Не только сейчас Я говорил о тебе С Лео Галанта Вито Он рассказал мне Что Клемента Пытался вас кинуть И сказал Что ты парень надежный Но слушай Между нами Почему ты вообще Этим занялся Понятно У каждого Свои причины Но Ну Потому что Понимаешь Я не хотел пойти По отцовской дорожке И Я просто понял Что никто Мне не поможет Только я сам Да Хорошо Да Все Детка Кыш Так Вито Слушай Я работаю на Карла Фалькона И мы Собираемся Расширяться Джо уже некоторое время На нас работает И Раз ты его друг Мы тебе хотим Сделать предложение Что скажешь Ну Я заинтересован Окей Выпьем за это За вас ребята И за общее Светлое будущее Мне сегодня Много пить нельзя У меня есть одно дело Много пить нельзя Астрологии Может астрономии? Иди ты Слышен Может астрономии? Иди ты Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник, если нечем рот занять. Питта! Поехали. Эй, Джо, подъем! Спокойной ночи, шлюхи. Да, неплохо погуляли. Ну что, алкаши, куда вас везти-то? Домой, да? Эй, а где моя машина? Да вот она, стоит, не кричи. Ее сперли. Эй, зовите Копов, вашу мать. Садитесь, ёпта, поехали. Вот она, каша. Да вот она. Садитесь, алло. Ну да, ладно. Эй, а ключи мои где? Вита поведет. Поехали, а. А в следующий раз больше кислок, меньше пьянок. Садитесь, алло, алкашня. Молодцы. Ну, поехали. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душу развлекаться. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Фу, чем это воняет, Эдик? Ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что же, чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Это Фрэнки Поттс. Наверное, Фрэнки Поттс. Он блеванул в твоей машине? Хе-хе-хе-хе. Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил? Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике. Кавита, успокойся, Аэспета. Что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурикой, и все? Я уже подобрал местечко старой обсерватории. Лопаты есть? Ну да, в багажнике. И яму уже готова. Надо просто его туда забросить и закопать. А это был завтанный казачок, агентами федералов, для того, чтобы разоблачить группировку. Но Фрэнки Поттс, Поттс, это, по-моему, фамилия не его. То есть Фрэнки Поттс был разоблачен, его кнокнули. И сейчас мы с вами его закопаем, и никто никогда больше не узнает вообще, где он. Кстати, сейчас будет одна очень интересная пачка. Если мы сейчас не остановимся, то Эдис Карп поплюнул в своей машине. А если мы остановимся, он выйдет и блеванет на тротуар. Решать вам, как вы это пройдете. Я проходил это по-разному. Вот такие вот плюшки. Подожди, у меня клиент немного занят. Да, пить ты точно не умеешь. И не научился, да? Ну, ничего страшного. Научишься. Продолжение следует. Так, мы почти на месте Мы закопаем этого жмурика Причем, как обычно, в одну каску И на этом закончится глава, посвященная Фрэнке Потцу Это, кстати, дом Лео Галанта, кто не в курсе, да? Здесь именно обитает Капо Ну, наверное, не Капо, может быть, я поторопился, в слову Ну, в общем, один из ключевых персонажей семьи Фрэнка Винчи Вообще, как бы Лео Галанта очень интересный персонаж Здесь много нюансов, историй с этим вопросом Начнется все с предательства Гендри Массина И кто-то доказывает, что это было, кто-то доказывает наоборот У каждого будет свое мнение по поводу вопроса Лично я считаю, что Гендри нас не предавал Не знаю, почему, но почему-то у меня внутри именно такое отношение Что не было никакого предательства Его просто подставили у Галанта По своим определенным причинам И эти причины раскрываются в игре Правда, на них надо еще дойти и понять А еще есть очень много разоблачений Очень много нюансов, поэтому Каждому решать самому Предатель Гендри не предатель Лично я думаю, что он не предатель Но У всех своя правда И каждый сам решает, во что верить А мы приехали с вами на это место Давайте сейчас Похороним этого ПБРа, в целец и рушника Обязательно Ты шутишь? Вот свинота тоже Просто здорово Пережрали, проблевали всю машину Еще что-то меня заставляют тут делать, да? Вот такие вот у меня друзья Там такая ванища просто, я не представляю Там просто уже вообще, блядь Пару дней лежит, там просто труп не убедил Там уже луками, блядь, все покрылось Меня сейчас вывернет Добро пожаловать, блин, домой Да Это просто трэш А, иди куда-то, переебался В эту яму упал Ха-ха-ха, придурок, блядь Вот она Бросай туда Тоже пережрал, блядь Да Наконец-то, Мадонна Так А кто его зароет? Что? Погоди Я сейчас приду в себя Может ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю Прям блевать тянет И эти нам тоже не помогут Ладно, черт с вами Придется, ребята, делать всю грязную работу Витория Антонио Скалетто Эй, Баби, захотите музыки Давай, Стайв, что у тебя там? Они издеваются Спокойной ночи, Баби, мне пора Мы такого продолжения вечеринки не планировали Спокойной ночи, Баби, мне пора Тебе гораздо меньше понравится лес Когда я тебе лопатой приложу Закапывай его, блин Ну что Закопали мы этого Фрэнки Потса Никто никогда его не найдет И таких, кстати, моментов Наверное, в жизни очень много происходило И, наверное, большинство таких ситуаций Которые происходили именно по сценарию этой игры Этих людей никто никогда не найдет Вообще никогда Не переключай радио, понял? Обязательно Это Дино Да вы что, издеваетесь? Поехали домой Бедный Дино 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 Да, до дома Джо, конечно, не близкий путь Ну, мы скоро будем дома. Что-то Виторио не настроено. Подпевку. Посмотрел бы я на людей, которые реально озвучивали это. Какое они физиономию микрофона стоят и извращаются, чтобы выдать такие голосовые связки. Так, ну что, мы почти на месте. Вы знаете этот Эмпайр Гейнер Госпитал? Это тот госпиталь, в который мы увезли Марию, по-моему, если я правильно помню. И когда нам подсказал, как украсть талончики. А точнее сказать, по наводке Гейнера Массина. А потом я сел на 10 лет. Ну, в итоге из них я отсидел всего 6, по-моему, да? Так, мы почти дома, ребята. Готовьтесь. Баиньки. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Да, тут ты прав. Я у тебя в большом долгу. Машину, Эдди, оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Витер, ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. Три часа ночи. Заткнись, идиот. А, заткнись, шлюха. Давай, позовем, девочек. Видись, тебе хватит. Пора спать. Поехали. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok